Всем привет! В эфире ФК Уфа-ТВ. Сегодня в программе все о матче 28 тура САГАС чемпионата России по футболу Уфа-Зенит Санкт-Петербург. Мы начинаем. Номинально домашний матч против «Зенитов» футбольный клуб Уфа провел в Санкт-Петербурге. О том, как команда добиралась до северной столицы и что было перед матчем в традиционном репортаже руководителя пресс-службы футбольного клуба Уфа Сергея Тертышного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как, Давид? Добро пожаловать в штат клуба. Спасибо. Класс. Давай фоткай. Традиционно девушки в баре дарят нам небольшие подарки. Мы выезжаем на матч с питерским «Зенитом». Чем для нас особенно эта игра, кроме того, что мы играем в Санкт-Петербурге? Ну, во-первых, еще никогда такого не было, что уже в аэропорту, начиная от парковки и заканчивая службы обеспечения безопасности, везде-везде-везде нам пожелали удачи. Все говорили, мы будем болеть за вас. И желаем вам обыграть. Это действительно приятно. Мы действительно впервые, наверное, почувствовали себя народной уфимской командой. А это наш доктор-команда по телефону ведет лекцию в режиме онлайн о вкусной, здоровой пище. Правда, сам кремов набрал, ну, это ладно, ему это не мешает. Спасибо. Спасибо. Толгатыч, чем для тебя особенный город Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Да. Там проживает легенда русского рока Юрия Елена Шевчук. Так вот, я являюсь поклонником его творчества, мне очень нравится их музыка. Ну и пользуясь случаем можно... И пользуясь случаем хотел бы передать привет и поздравить с днем рождения. От лица всей команды хочу поздравить Юрия Елена Шевчука, легенду Уфы, самого знаменитого человека Уфы. С днем рождения, пожелать счастья, успехов, здоровья. Вот такое подавание. А покажи, что это форма наша. Спасибо. Вот одна из местных телекомпаний ведет прямую трансляцию того, как УФА добирается до Петровского. Приятное такое внимание. Выступила зуба. Водали пошел. Остановились мы в гостевой раздевалке, как ни странно. Здесь же мы останавливались, когда играли в гостях. Начались приколы. Зато реклама вся наша. Первыми на предыгровую тренировку вышли голуби. Когда мы приезжали в прошлый раз, свободу нравов и отношений демонстрировали котики, на сей раз пернатые. Питер, Питер. Отмечу, как любопытно устроено поле на Петровском. Вот видите, вроде бы естественная трава. И тут же, прямо из песка, произрастает пластик. Вот он. Хозяева. Говорят, поле пожестче, чем первый раз. Что скажешь, Дима? Первые впечатления. Получше было. Я и говорю, сейчас пожестче. Футбольный клуб Уфа второй раз в этом сезоне прибыл играть на Петровске. Случай уникальный. Тем не менее, как пошутил в одном из своих интервью Игорь Владимирович Колыванов, главный тренер футбольного клуба Уфа. В прошлый раз мы играли без зрителей. Теперь давайте попробуем играть со зрителями. Возможно, нам повезет больше. На чем еще хотелось бы остановиться? Это на высказываниях в ряде СМИ, что Уфа чуть ли уже не легла под зенит заранее. Могу передать всем псевдоспециалистам, которые допускают такую мысль. Посмотрите завтрашний матч, и вы поймете, кто под кого лег. Могу передать. КАШУП ПОТНу, я опять не знаю что ли. Любимый путь. Нет, я не буду. Я отткал. Уверху снышка Пеплющиков. Теперь ты упал. Давай сам. Здесь свет. Гишь свет. Немеральный бой золов. Хорош. Уверху заранее драготову. Уверху снышку Пеплющиков. Уверху снышка. Сборная мира по футболу Традиционно опасные моменты с участием футболистов нашей команды Никас даже проникся, да, Никас? Он так бы судили навсегда А, как вы сейчас финальти? Чемпионство вообще вот в этой игре Да, нормально, нормально И вот он сейчас моменты с участием Да, в какой угол Никас? Угадал Угадал Ада, ада, ты добивать хотел, бежал? Все равно не попал Сейчас смотреть Артема покажу Артем? Ну-ка, ну-ка Смотри Это не Артем, это Игорь Владимирович Нет, там Артем После ужина ребята решили устроить для себя небольшую разгрузку в виде шоппинга В частности, Давид Юрченко, Дима Голубов, Марсини и Диего решили посетить обувной магазин Да, размеры, конечно Че, брат? Пока посмотрю Хорошие есть, брат? Да, хорош магазин В Уфе тоже такие есть магазины, да? Нет Нет, ну магазин футбольного клуба «Уфа» хороший, а больше нету, да? Да, брат Премиум магазин Восьмерка Восьмерка нету Дима, почему ты всегда зеленый берешь? Цвет милитари – это твое, да? Ты по натуре своей боец Дима, а то не тот размер возьмешь Да Интересный, кстати Интересный антураж в магазине, как будто бы прямо с машины продают Красивый Красивый, да Лет десять в России Брат, не надо Брат, красивые видео, брат Борисыч, давай, ложи азу, я буду снимать Никто к тебе не ходит в счет, Борисыч Он слишком эротично это делает просто И бывает, что... Не до игры потом Есть такое дело, нет, Борисыч? Нет Это некоторые просто девушки Падают Сразу говорят, какой-то праздник в Питере Я не знаю, какой Да? Капитал Азамаза Есть возможность Азамаза Испортить праздник Питера? Нет, портить зачайно Просто запринеть Отменить? Да Хотя бы на тур, да? Отсрочно, да Ну а теперь непосредственно к матчу Напомним расклады, которые были перед игрой Зениту, чтобы досрочно стать чемпионом России в этой игре, надо было набрать всего одно очко И уже на 13-й минуте лидер атак Зенита, бразилец Халк, должен был открывать счет Халк на скорости опередил Юрченко, и перед ним оказались пустые ворота Однако бразилец промедлил, а когда решил бить, его удар перекрыл Павел Степанец Следующей опасной атаки пришлось ждать недолго Многоходовую комбинацию Зенита с линией вратарской завершал Дани, но запустил мяч в небеса Следующий выход 1 на 1 снова пришел слева Дани выявил на рандеву с голкипером Витцеля Здесь выше всяких похвал действовал Давид Юрченко, своевременно вышедший из ворот И все-таки Зенит в первом тайме добился своего На 32-й минуте Халк пробивал штрафной по центру метрах в 30 от ворот Пробил низом, снаряд полетел со скоростью свыше 100 км в час Стенка подпрыгнула, мяч юркнул под ней и вонзился в нижний правый от Юрченко угол И тут же в следующей атаке счет мог увеличить Дани Снова выход практически 1 на 1 и снова отличная игра Давида Юрченко Во втором тайме игра выровнялась, однако номинальные гости продолжали опасно атаковать В этом моменте Халк бил уже в пустые ворота, но удар земляка успел заблокировать Диего Апелляции Халка к арбитру по поводу руки игрой ни к чему не привели Халк очень хотел сделать дубль в чемпионском матче и продолжал атаковать Здесь он на технику отправлял мяч в дальний угол, но техники чуть-чуть не хватило И снова острая атака Зенита На этот раз на острие капитан Дани, он сумел обработать мяч штрафной, но пробил не точно Да еще и забрался в офсайт В общем, в этом матче Зенит основательно нагрузил нашу оборону Но об атаке мы тоже не забыли На 87-й минуте вышедший на замену Харрис Ханжич использовал аккуратный навес Дмитрия Стоцкого И кивком головы сравнял счет 1-1 Зениту этого результата хватило, чтобы стать чемпионом России У ФА заработало важнейшее очко Сегодня Зенит доминировал на футбольном поле И поэтому очень сложно было комбинировать, создавать моменты Спасибо За какую бы систему вы голосовали количество иностранных футболистов и российских футболистов Для того, чтобы наш футбол вообще говоря рос и сборная наша становилась сильнее? Это сложная тема Прежде всего я тренировал юношескую сборную, молодежную сборную Конечно хочется, чтобы как можно больше наших воспитанников, молодых Принимали участие и играли в основном составе Но не всегда их уровень соответствует требованиям Поэтому сегодняшняя система вполне многих устраивает Где семь иностранцев могут играть в основном составе Поэтому какая она есть, меня вполне так устраивает Спасибо Вы тренер-максималист, вам хоть сколько-нибудь то, что счет был ничейным По итогам матча, в котором имели преимущество Омрачает радость этого чемпионства? Нет, только для того, что произошло в последнем минуте Это что-то, что произошло Конечно, все хотят победить матча Но... Да нет, то, что произошло сегодня Мы пропустили в конце матча И такие ситуации, они происходят Но нужно понимать, что одного очка сегодня было достаточно Потому что Амкар сыграл в ничью с Краснодаром И сейчас все команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы Они продолжают набирать очки просто Потому что они борются за выживание И то, что произошло сегодня с нами Оно происходило и с другими нашими прямыми конкурентами С другими клубами Поэтому мы, конечно, безусловно, хотели победить Но нужно понимать, что и соперник сегодня Против нас играли не мальчики для битья Это команда, которая вышла сражаться И которая на протяжении всего матча Создавала определенные проблемы Они были заряжены, они сделали хорошие замены И, в принципе, играли очень хорошо К тому же счет на протяжении всей игры был 1-0 И в такой ситуации один момент он может сразу все изменить Да, Уфа нанесла сегодня всего 4 удара По воротам мы нанесли 17-18 Но сложилось так, как сложилось И в итоге мы все равно добились нашей цели И взяли титул Набрали необходимое количество очков На этом все В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа Не забывайте Наша республика, наша команда Все самое интересное еще впереди Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok